Антиминс Размеры обычно 60 на 40 сантиметров, с изображением положения Христа во гроб, орудий казни Спасителя и четырех евангелистов. В этот плат всегда зашиты мощи святого мученика. Эта традиция возникла еще с первохристианских катакомбных времен, когда литургии служили обязательно на гробницах первохристианских мучеников. Когда церкви вышли наружу, церквей стало больше, то уже стали служить не просто на мощах святых мучеников, а на частице этих мощей. Частица мощей вкладывается в престол, но в том случае, если храм не освященный архиереем, если служит в храме, освященном священческим чином, на престоле, где нет мощей мучеников, то служит безоговорочно на антиминсе. Это такой, если хотите, походный престол на самом деле, который постоянно лежит в одном конкретном храме. На нем совершают литургии. Антиминс всегда подписан правящим архиереем. Он всегда имеет порядковый номер. Кем выдан этот антиминс? Каким митрополитом или архиепископом или епископом? И на какой храм? Он всегда именной. Антиминс всегда принадлежит конкретному храму и на нем служат всегда до скончания века, в некоторых случаях сотни лет. По сути, это такой юридическо-духовный документ. Написано, когда выдан. Печать епархии всегда стоит на нем даже. И подпись митрополита, правящего архиерея или патриарха. По сути, этот документ духовный свидетельствует о том, что настоятелем на самом деле прихода является епископ или митрополит, правящий архиерей. Он просто делегирует свои права настоятелю храма, который может служить самостоятельно, совершать литургию без присутствия правящего архиерея. Меня удивляют возмущения некоторых священников, которые говорят, что архиерей поступил с нашим приходом неправильно, не так, как я хотел. Друзья мои, по сути, архиерей и есть настоятелем вашего прихода, что зафиксировано в юридическо-духовном документе под названием антиминс. На антиминсе совершается литургия. Если нет антиминса, литургия не совершается. Священник во время молитв об оглашенных впервые раскрывает антиминс. Сначала литон, такой специальный плат красного цвета, в котором находится антиминс. Потом, собственно, сам антиминс, но не до конца, и читает молитвы о поглашенных, о том, чтобы Господь просветил светом истинной, привел к крещению тех, кто готовится к принятию крещения. По окончании литургии антиминс закрывается, оставляется на престоле, сверху на нем лежит Евангелие. Вот такой краткий ликбез по отношению плата, которую вы никогда не видите, который находится вдали от ваших глаз, но без которого не может быть совершена литургия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.